приглашаю всех в мир цветных рисунков и сегодня цветными карандашами нарисуем такой красивый красный сочный виноград присоединяйтесь для того чтобы у нас получился хороший рисунок сначала делаем эскиз простым карандашом у меня приготовлена бумага и начинаем рисовать ягоды ягоды винограда но я начну наверное с этого края 1 ягода смотрит сюда делаю такими пунктирчиками чтобы потом можно было легко исправить не делаю сплошной линии это только эскиз мы потом его сотрем и будем использовать исправляя может быть если где-то сделали неправильно вот так они прикрепляются к ветке дальше здесь как бы веточка идет от ветки идет еще одна ягодка здесь ветка имеет еще ответ в линии здесь размеры я как можно менять одни ягоды побольше другие поменьше некоторые уже оторвались от ветки сейчас и вот здесь вот оторвалась одна ягода сейчас получше прорисуем и нарисуем виноградный лист чтобы у нас получилась красивая картина рисую приблизительно форму центральную прожилку и мы сейчас все подправим виноградный лист должен быть пошире то есть я сейчас увеличу размер листа вот так ну что и вот здесь вот для чтобы для баланса цветов мы видим еще здесь лист вот такую картину мы вам рисовать сейчас я беру ластик и сотру не очень сильно надавливая так чтобы я видела наш эскиз ну чтобы эти линии не не мешали нам потом рисовать красивую картину стряхиваю результаты стирания и сейчас начинаем работать цветными карандашами я беру розовый карандаш и сейчас обвожу все ягоды могу сейчас изменить немного форму если мне кажется надо это сделать вначале конечно надо первое обвести те которые полностью видны ягоды потом те которые скрываются за друг за ягодами это мы видим полностью это лежит оторвалась ягода ну что вот так хорошо и теперь светло-зеленым карандашом сейчас обведем лист и пока так оставим нам самое главное видеть что мы будем рисовать представлять что мы получим в результате вот взяла такой светло-розовый карандаш и сейчас даю легкую легкую штриховку свет у нас будет падать отсюда поэтому каждый на каждой ягодке будет светлый блик света который мы не будем закрашивать и заштриховываем каждую ягоду розовой светло-розовой штриховкой это вот самый светлый цвет который мы будем использовать когда мы будем давать свет ягодам винограда ну а здесь наверно совсем немножко потому что здесь день будет падать от этой ягод но все равно блик света будет виден беру красный карандаш и прорисовывая противоположную часть ягоды от блика света свет проходит и здесь будет свет тоже здесь будет поэтому здесь мы дадим красный свет красный цвет красным карандашом то есть тыльную часть ягоды мы делаем красным цветом можно собрать делать штриховку соблюдая форму ягоды после этого мы берем темно-фиолетовый вот темно-лавандовый бордовый цвет и начинаем добавлять штриховку рядом с бликом света рядом с блика сели света будет самая темная штриховка штриховать приходится много здесь тень будет падать поэтому здесь можно так добавить это ягода оказывается почти вся в тени сейчас еще время когда вы мы можем немножко изменить форму ягоды если хотим добавить размер изменить все еще возможно опять беру светло-розовый карандаш и сейчас немножко смягчу здесь место перед бликом со стороны света это вот ягода у нас ее можно почти убрать блик она вся окажется в тени вот так вот работая разными цветами разными карандашами можно создать полностью иллюзию такой вот живой красивой виноградины которые отражаются светом мне кажется сюда надо добавить еще одну ягодку сейчас вот мы покажем из ягодка видно то есть здесь будет свет противоположной стороне на ягоде будет немножко посветлее а возле блика потемнее таблик выделиться будет сиять светом ну конечно между ягодами надо показать потемнее потому что здесь тени ягода оказывается в тени и теперь работаем с листами я беру светло-зеленый карандаш и просто такую даю базовую штриховку очень равномерно и это самый первый слой штриховки самый светлый теперь беру такой вот песочного цвета но можно желтый цвет темно-желтый цвет и сейчас добавлю на листья со стороны света показывая что где-то здесь могут быть прожилки то есть я не проштриховываю какие-то места оставляя такие места где могут быть прожилки и покажу там где падает свет на лист а теперь берем темно-зеленый карандаш можно добавить даже прожилки и здесь добавить более темный цвет и этот лист тоже мы сюда добавим прожилки и там где предположительно будет в тени лист оказаться оказывается мы добавим темно-зеленый цвет теперь возьмем коричневый карандаш покажем как эти листья прикрепляются к ветке саму ветку покажем может она так тоже как-то идет и от нее уже покажем прикрепляются ягоды эти ягодки может отдельно лежат и теперь мы возьмем серый карандаш и покажем тень у у нас ягоды круглые значит тень будут круглая сейчас начали мы ее позначим здесь тень будет понятно что там между ягодами тень тень самая темная тень рядом с предметом затем тень рассеивается мы сейчас это все покажем вначале мы показали самую темную тень а теперь начинаем вот такой вот штриховкой как бы делать и и рассеянный немножко растушевываемые ну от этого листа тоже был тень покажем ее приблизительный такой сейчас я отправлю только вот эту ягодку да и получше покажу форму и все-таки добавлю здесь более темный цвет и ягодок теме таким карандашом светло фиолетовым наверно сиреневым меняет цвет название имеет лаванда цвет темный лаванд ну можно здесь вот немножко тоже исправлять можно до бесконечности надо конечно уметь остановиться но я все-таки попробую немножко исправить добавить яркости наши ягоды чтобы захотелось есть чтобы они стали более аппетитными ну и конечно в тени всегда обязательно присутствует цвет предмета он немножко дает цвет я поэтому эти лавандовым сиреневым цветом немножко добавлю тоже в тень этот цвет вот и получился у нас очень даже симпатичный рисунок и ягодки выглядят чудесно очень аппетитные я думаю вас тоже хорошо получилось но если вдруг что-то не получилось откройте это видео и попробуйте нарисовать снова и обязательно получится красивый рисунок приходите в гости рисовать легко и весело когда вместе